МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день, уважаемые телезрители! Сегодня с вами Халкечева Людмила Наноевна, ведущий научный сотрудник Карачаева-Черкесского института гуманитарных исследований кандидат исторических наук, музыковед, член Союза композиторов России. Сегодня мне бы хотелось посвятить нашу беседу истории становления и развития искусствоведческого направления гуманитарной науки Карачаева-Черкесии, самого молодого в структуре нашего института. Искусство народов Карачаева-Черкесии, как народное, так и профессиональное, является органической частью полиэтнической культуры Северокавказского региона. Народы республики из глубины веков донесли до нас огромное количество самобытных песен, инструментальных наигрышей, оригинальных образцов хореографического, изобразительного, зрелищного, декоративно-прикладного искусства. В силу разных политических, социально-экономических и других причин, в числе которых хотелось бы выделить отсутствие исследователей-искусствоведов из числа коренных народов Карачаева-Черкесии, вопросы культуры и искусства нашего региона стали разрабатываться довольно поздно по сравнению с другими республиками Северного Кавказа. Ситуация изменилась с появлением в Карачаев-Черкесском научно-исследовательском институте специалистов в области культуры и искусства, которые стали разрабатывать и вводить в научный оборот исследования богатейших самобытных культур коренных народов, населяющих нашу республику. Абазин, карачаевцев, верхнекубанских казаков, черкесов, нагайцев, нигде в России не исследуемых. Первоначально искусствоведческие работы в Карачаево-Черкесском научно-исследовательском институте, ныне это Институт гуманитарных исследований, появились в 1980-х годах в отделе фольклора, где собралась группа молодых исследователей. Этномузыколог Белла Карданова, музыковед-фольклорист Фатима Артабаева, этнограф-искусствовед Людмила Асланова, хореограф Каракаев, исследователь изобразительного искусства, микрюков и другие. В фольклорных сборниках института появились первые статьи искусствоведческой тематики. Малоизученные проблемы коннородного и профессионального искусства требовали самостоятельных действий и концентрации усилий единомышленников. Так, в 1989 году, отделившись от отдела фольклора, открылся сектор искусствоведения, давший новое научно-исследовательское направление в гуманитарной науке Карачаева-Черкесии. Актуальность создания сектора была вызвана необходимостью системного изучения наследия коренных народов республики, изданий монографических исследований, антологий, альбомов, справочников по различным видам народного творчества и профессионального искусства. Не имеющий обширной источниковой базы, подобно другим отделам института, функционирующим 50 и более лет, сектор искусствоведения начал новое исследовательское направление со сбора систематизации и осмысления полевого и архивного материалов. Для того, чтобы находить материалы для своих исследований, сотрудники неустанно работали над сбором экспедиционного материала, для этого посещая практически все населенные пункты нашей республики. Научно-исследовательская работа велась сразу по нескольким направлениям музыкальному, хореографическому, изобразительному, декоративно-перекладному и театральному искусству. Возглавила сектор, кандидат искусствоведения, музыковед, член Союза композиторов России Бэлла Баубековна Карданова. Результатом целенаправленной работы сектора первых лет стал выпуск двух коллективных тематических сборников. Современное искусство народов Карачаева-Черкесии, которое вышло в 1991 году, и сборник «Вопросы искусства народов в Карачаево-Черкесии», вышедшие двумя годами позже, в 1993 году. Эти публикации стали первым плодом научного творчества искусствоведов и имели большое значение для формирования эстетической мысли, развития национального самосознания, населяющих республику народов, взаимобогащения художественных средств. Из представленных в сборниках материалов по актуальным малоисследованным темам можно выделить следующие. К вопросу формирования адыгского орнамента Людмилы Аслановой. Некоторые аспекты традиционализма и новизны в живописи Карачаева-Черкесии и Микрюкова. Обрядовые песни нагайцев, характеристики жанров Белы Кардановой, национально-художественные традиции современной черкесской драматургии Зимфиры Загаштоковой или Мединовой, традиции русской деревянной резьбы в творчестве Ищенко Елены Братковой, черты ранее фольклорного интонирования в черкесских и карачаевских народных песнях Лилии Киваловой, семантический контекст генезиса адыгских танцах Шумерзова, о подвесках и серьгах типа бараньих рожек в культурах предскифского времени Владимира Фоменко и другие. В 2001 году сектор искусствоведения был преобразован в отдел. Благодаря проводимым исследованиям на первом этапе работы отдела был издан достаточно солидный материал, насчитывавший более 100 статей по традиционным видам искусства народов Карачаева-Черкесии, а также его современному состоянию. Накопленная источниковая база позволила перейти к созданию крупных фундаментальных монографических работ, ознаменовавших собой второй этап в работе отдела с 2002 года, представленного двумя направлениями искусствоведением и исторической культурологией в контексте художественной культуры народов Карачаева-Черкесии. Несмотря на то, что отдел испытывал острую нехватку в специалистах по этим направлениям, по всем пяти коренным народам Карачаева-Черкесии, эффективность его деятельности была достаточно высока. Так, за последние десятилетия силами только четырех исследователей вышли 11 монографий по разным видам искусства. Я принесла сегодня в студию для того, чтобы эти монографии, для того, чтобы наглядно показать, что мы издали за это время. Среди прочих, хотелось бы остановиться на нескольких. Это театральное искусство черкесов от истоков до 21 века Недемфира Николаевны Алимединовой. Сакрально-культовые основы формирования черкесский орнамент Людмилы Алимовны Аслановой. Карачаевский театр, истоки, самодеятельность, профессиональное искусство, искусствоведа, театроведа Баташевой, Зинхары Беляловны. Музыкальное искусство и образование в Карачаево-Черкесии страницы истории Каркмазовой-Халкечевой, Людмилы. Очерки истории русского театра, драмы и комедии Карачаева-Черкесии 1918-2010 года. Написано в соавторстве с искусствоведом Баташевой и культурологом Алимединовой. И многие другие. Из них три монографии в разные годы стали лауреатами всероссийских и международных конкурсов на лучшую научную книгу в гуманитарной сфере, что является подтверждением большого научного потенциала исследований, разрабатываемых искусствоведами и культурологами. Две из них – книги по театральному искусству, о которых я уже сейчас говорила. Это «Театральное искусство черкесов» и «Карачаевский театр». Вот эти две книги по театру стали одновременно в один год, в 2013 году, лауреатами всероссийского конкурса «Лучшая научная книга в гуманитарной сфере-2013» по кавказской тематике в направлении культурологии и лингвистика в Российской Государственной Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте Российской Федерации. Эти книги являются первым целостным и систематизированным исследованием театрального искусства карачаевцев и черкесов через осмысление их богатых и разнообразных зрелищных традиций. В них дается подробный анализ самодеятельного драматического опыта, сохранившего сознание народа особенности национальной художественной идиомы. Обобщен почти полувековой опыт развития профессионального карачаевского и черкесского театров. Показан вклад театральных деятелей разного периода в развитие национальных культур этих народов. Появление монографии такого уровня – большое событие культурной жизни народа и не могло остаться незамеченным и не вызвать широкий общественный резонанс. Так, в 2013 году на ежегодном форуме «Крымшамхаловские чтения» под проблемами карачаево-балкарской культуры, проводимой в городе Тиберде, Зинхара Баташева-Хабичева была награждена медалью «Исламбия Крымшамхалова» в номинации «Искусство». Третья книга – лауреат международного конкурса, лучшая научная книга в гуманитарной сфере уже теперь в 2018 году – это «Музыкальное искусство и образование в Карачаево-Черкесии» Халкечевой-Каркмазовой. Представленная монография – это первый опыт ретроспективного взгляда на историю, достижения, проблемы и пути совершенствования музыкального искусства и образования в Карачаево-Черкесии в различных социально-политических условиях периода с конца XIX до начала XXI века. Авторам проделана большая работа по изучениям огромного корпуса архивных документов, в которых зафиксирована история становления, развития, ренессанса и стагнации музыкального искусства и образования в республике. Сотрудники, искусствоведы и культурологи уделяют большое внимание росту своего профессионального уровня, повышая квалификации в российских вузах культуры и искусства. Например, в Ленинградском педагогическом институте имени Герцена по специальности «Мировая художественная культура» в городе Санкт-Петербурге такие курсы прошла Зимфира Николаевна Лемединова. В Саратовской государственной консерватории имени Собинова на кафедре «Истории и музыки» по теме «Музыкальные жанры» в контексте ведущих художественных направлений и стилей в 2017 году прошла такие же курсы и Халкечева. Для участия в федеральном эксперименте по обучению тренеров преподавателей по курсу «Основы религиозной культуры и светской этики» была приглашена Зимфира Николаевна Лемединова в город Москву. Искусствоведы активно применяют свои опыты и знания в работе с учреждениями культуры и искусств Варчаева-Черкесии. Так, Людмила Асланова и Лена Бородкова неоднократно были членами жюри в ежегодных городских и республиканских фестивалях детского творчества. С 2013 года Зимфира Николаевна Лемединова как культуролог является членом постоянной комиссии по присуждению гранта главы Карачаева-Черкесии в области театрального искусства. Культурологи и искусствоведы оказывают большую методическую и консультативную помощь. Профильным образовательным учреждениям Карачаева-Черкесии рецензируя аттестационные работы преподавателей колледжа культуры и искусств имени Даурова выполняемых Людмилой Аслановой Зимфирой Альмединовой Айной Черкесовой. Также сотрудничество с музыкальными школами искусств Карачаева-Черкесии государственным ансамблем танца Эльбрус Карачаева-Черкесской государственной филармонии Министерством культуры Карачаева-Черкесии проводимым Халкечевой-Черкесовой Сабхазским отделением общественной организации Алашаров Карачаева-Черкесии проводимой Цековой Лейлой. Черкесова Айна Аджи-Исламовна консультировала молодого композитора Регионального союза композиторов России в городе Ростове-на-Дону при написании музыки к балету по сказанию Янь Би Кеш из героического эпоса «Нагайцев», а также оказала помощь молодому хореографу при создании либретто-балета в Русской академии балета имени Вагановой в городе Санкт-Петербурге. Ею проводилась работа по разработке концепции и положений к межрегиональным фольклорным фестивалям «Нагайцев», организованными Федеральной национальной культурной автономией и НОГЭЛ. Кроме этого, по поручению правительства Карачаева-Черкесии в недавнее время к столетию нашей республики Зимфира Николаевна Альмединова приняла участие в создании юбилейного альбома «Сто лет Карачаев-Черкесской республики». Ею разработаны разделы по культуре, искусству, спорту, здравоохранению и туризму Карачаева-Черкесии за всю ее вековую историю. Работа Зимфира Николаевна была отмечена Министерством Карачаева-Черкесии по делам национальности, массовым коммуникациям и печати. Сотрудники искусствоведы и культурологи популяризируют искусствоведческие и культурологические знания посредством участия в конгрессах, форумах, конференциях, круглых столах, творческих вечерах, семинарах, фестивалях регионального, всероссийского и международного уровня, среди которых Международная научная конференция «Этногенез. История, язык и культура Карачаева-Балкарского народа в рамках постоянного форума историко-культурного наследия народов Евразии, в котором побывала Халкечева в 2014 году, Крымшамхаловские чтения по проблемам национальной культуры Карачаева-Балкарского народа, Табуловские чтения, Клычевские чтения, принимавшие участие в которых это Халкечева-Цекова, Международная научная форма культурного наследия Северного Кавказа как ресурс междунационального согласия, проводимого ежегодно в городе Геленджике Халкечева и Цековой, участие в них в 2018-2022 годах. Международная научно-практическая конференция «Традиционная культура славянских народов в современном социокультурном пространстве» в рамках 9-го международного фестиваля славянской культуры 2013 года Асланова и много-много других мероприятий научных форумов. Исследованием вопроса культуры и искусства народов Карачаева-Черкесии в Институте гуманитарных исследований в разное время занимались 16 человек, результатом деятельности которых являются публикации в сборниках Института, в специализированных отечественных и зарубежных журналах, в материалах научных конференций, издания монографий, информациях в средствах массовой информации, периодической печати, радио, телевидение. Хотелось бы отметить имена таких исследователей, как Альмединова, Асланова, Баташева, Браткова, Вишневская, Карданова, Микрюков, Шемерзов, Каркмазова, Халкечева, чьи работы обобщают результаты многолетних наблюдений, экспедиций и забилуют архивными, библиотечными и музейными материалами. На сегодняшний день исследованием опросов культуры и искусства народов Карачаева, Черкесии в Институте гуманитарных исследований занимаются несколько человек, о которых я хочу сказать чуть подробнее. Алимендинова Зимфира Николаевна, кандидат культурологии, ведущий научный сотрудник, доцент, заслуженный деятель искусства Карачаев Черкесской Республики. Научный интерес Зимфира Николаевна связан с художественной культурой политнического общества. Ученые поддерживают мысль о том, что культуры развиваются системно, видоизменяясь во времени и влияя друг на друга, не отрываясь от процессов общемирового развития. Большое место в творчестве культуролога занимают исследования театрального искусства черкесов. Работа последних лет посвящена изучению вопросов драматургии и режиссуры известных деятелей черкесского театра. Халкичева Людмила Анануевна, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник, музыковед, член Союза композиторов России. Музыкально-теоретическое историческое образование сформировало сферу научных интересов исследователя в двух направлениях. Становление и развитие музыкального образования в Карачаево-Черкесии и история музыкальной культуры искусства карачаевского народа от народных истоков до его профессионализации. В настоящее время ею проводятся исследования по музыкальному инструментарию карачаевцев и полкарцев. Цекова Лила Исмаиловна, культуролог, старший научный сотрудник. Лила Исмаиловна занимается изучением абазинского театрального искусства, начиная от обрядово-культово-игровой культур до образования профессионального театра. Работа исследователя последних лет посвящена культурологическому анализу народного абазинского танца, а также исследованию профессионального хореографического искусства абазин. Черкесова Айна Аджи Исламовна, кандидат искусствоведения, ведущий научный сотрудник, заслуженная артистка Карачаева-Черкесии. В сфере научных интересов молодого исследователя относится этномузыкология, в частности изучение традиционной музыки нагайцев и традиционной духовной культуре этноса в целом. В настоящее время музыковид занимается исследованием современного состояния традиционной музыки нагайцев вокальной инструментальной. Надо отметить, что все научные исследования, проводимые исследователями по вопросам культуры и искусства народов Карачаева-Черкесии в Институте гуманитарных исследований проводились и проводятся сотрудниками впервые, чем объясняется их актуальность и научная новизна. На протяжении более 30-летнего периода работы искусствоведов и культурологов остается неизменной основная концепция их деятельности возрождения и сохранения традиционных видов искусств народов Карачаева-Черкесии, а также их адаптация к современным условиям бытования. Несмотря на все достижения, важной проблемой на сегодняшний день является то, что Институт испытывает острую нехватку в специалистах по всем видам искусств коренных народов Карачаева-Черкесии коренных народов, что несомненно пагубно отражается на дальнейшем динамичном развитии искусствоведческого и культурологического направления гуманитарной науки Карачаева-Черкесии. В связи с этим нам необходима поддержка со стороны руководства республики в вопросах укомплектования Института профессиональными специалистами в области культуры и искусства, а также содействия в деле подготовки таких научных кадров, выражающиеся возможности обучения в аспирантурах, в регулярных научных командировках с целью работы в крупнейших российских библиотеках, архивах, музеях, участия в конференциях, повышение квалификации и старжировки в научных центрах. В целях папуризации народного искусства, сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры, культурного многообразия, культурной самообытности всех народов и этнических общностей Российской Федерации указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, 2022 год был объявлен годом культурного оследия народов России. И наши сотрудники созданием научных трудов вносят свой весомый вклад в популяризацию и сохранение народного искусства и культурных традиций коренных народов. Без сомнения, первые труды, о которых сегодня шла речь на нашей беседе, вышедшие из-под пера искусствоведов и культурологов Карачаева-Черкесского института гуманитарных исследований могут стать и фундаментом для дальнейшего развития искусствоведчества и культурологического направления в гуманитарной науке Карачаева-Черкесии и основой в духовном обновлении и оздоровлении общества Карачаева-Черкесии. На этом наша беседа сегодня подошла к концу. Надеюсь, что информация для многих из вас была новой, важной, интересной. Сегодня с вами мы говорили о истории становления, развития искусствоведческого и культурологического направления в гуманитарной науке Карачаева-Черкесии, представленного в структуре нашего института гуманитарных исследований. С вами была Халкичева Людмила Аноноевна, ведущая научный сотрудник, кандидат исторических наук, музыковед, член Союза композиторов России. Спасибо вам за внимание. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова